Я была замужем 11 лет, развелись, от брака и с ребенок тоже 11 лет. Сейчас я в отношениях с мужчиной, живем вместе год. У него двое детей, девочки, 3 и 7 лет. Они ездят к нам в гости на выходные, я их не могу видеть в нашем доме. Мне для них как будто все жалко. Жалко, что они пачкают мой новый диван, прыгают по постели, трогают и передвигают вещи, у которых есть свои места. Каждая мелочь, она меня задевает и раздражает. Я пытаюсь с собой договориться, но я не могу. У нас отношения из-за детей портятся, мы ругаемся. Я понимаю, что его дети – это его часть. Я головой все понимаю, но совладать с каким-то бесом, который садит во мне, я не могу. Я прошу, дайте мне совет. Я уже готова закончить эти отношения только из-за детей. Эти дети – вандалы, им нужно все разгромить, сломать, замарать и так далее. Либо мне так кажется, и я накручиваю. Он в свою очередь делает вид, что все хорошо. Когда я начинаю делать замечания, он начинает обижаться и все плавно перерастает в скандал. Бывает так, что женщина что делает? Она притащила, разрешила прийти этому человеку на свою территорию, привезти своих детей. Видимо, она где-то внутри чувствует, что она, так скажем, переплачивает в этих отношениях, если она переживает. Так бывает. Если это не твое, то тебе и не жалко, ты это разрушаешь. Когда это ты купил диван, то ты как бы по-другому к нему относишься. Тут на бытовухе, на бытовых моментах у них происходит вот это вот… Что такое опять же семья? Это совместный быт. Вот они пробуют создать семью. Возможен ли этот совместный быт в данном контексте? Я помню, как моя бабушка, у нее были взаимоотношения с каким-то мужчиной, но она осталась молодая. Молодая, с тремя детьми, и вот уже были воспитаны все дети. Вот моя мама уже родила меня, и вот я внучка у моей бабушки. А у нее взаимоотношения с каким-то дяденькой, они дружат. Она к нему в гости ходит. И этот дяденька, я с детства помню, я-то не помню, он ничего плохого мне не делал, но ей постоянно выговаривал, что я что-то не так, не так сижу, не так стою, не так ем. Ну, раздражала я его. И я помню, как бабушка в истерике сказала, все, не принимаешь моих внуков, не буду я с тобой вообще никаких дел иметь. Просто собрала меня, я помню, как мы сошли с ней из его дома, ехали к ней домой. То есть был вот этот момент, и больше она с ним не жила. То есть она выбрала, она понимала, что либо я отказываюсь от внуков, и они ко мне больше не приезжают. Ну, либо, либо, либо. Но он к ней не вернулся, ее не упрашивал обратно возвращаться. Ну, вот он сказал, либо внуки, либо я. Она сказала, ну, я выбираю внуков. Вот и все. И это честно. В данном моменте, опять же, дети, они растут. Естественно, чужие дети, они раздражают в маленьком периоде, когда свои-то дети не раздражают. Почему? Потому что... Да, свои тоже раздражают. Даже свои раздражают. Ты представляешь, как раздражают чужие. Ну, это очень сложно. Тем более, если вы с ним сожительствуете, тем более, если этот человек не взял за вас ответственность. Ну, то это все, конечно же, грустно.